пару лет назад в минске для себя скажем так это сделала просто давно интересуется тема макияжа косметика всегда было тесно поэтому вот решил да мне кажется пора начинать работать ну давайте пойдем работать ты не даешь нам поговорить расскажи нам о нашей героине нашу героиню зовут надя я думаю что она сама себе расскажет меня зовут надежда у меня трое детей и на данный момент я решила круто поменять жизнь заняться бизнесом но иногда не хватает какой-то уверенности в себе и не всегда меня воспринимают адекватно как взрослого человека а воспринимает как молоденькую девочку которая ни в чем не разбирается ну потому что ты выглядишь как молоденькая девочка и надя попросила показать ей вариант такого делового макияжа для чтобы выглядеть более солидной и вызывать мир больше доверия дан бизнес кругах а давайте пройдемся по теории что такое бизнес макияж но как ты считаешь что такое бизнес макияж но мне кажется это когда минимально безусловно он не должен быть вызывающим он наверное должен быть женственным до какого-то предела да и наверное очень четко расставлены акценты я бы сказала я бы сказала да расскажите мне как мужчине связаны ли как-то ширина бровей и густота ресниц я думаю я прошу прощения что отвечу я первой ширина бровей большей степени зависит наверное от наличия пинцета у девушки чаще всего хотя если мы говорим про натуральные брови то я думаю что взаимосвязаны чем гуще волосяной покров тем соответственно будет шире брови гуще ресниц ну и длиннее да надя какой макияж вы носите повседневной я ношу очень много разных макияжей то есть зависимости от того какое впечатление хочу произвести то есть это может быть что-то естественное но в то же время яркое то есть я не боюсь ярких теней днем то есть если мне хочется произвести какое-то яркое впечатление то это может ярким быть макияж я поддерживаю а дай нашим зрителям пару лайфхаков как сделать широкие красивые большие глаза но в любом случае лучше всего использовать матовые оттенки да именно в тушевке потому что они раскрывают взгляд и я думаю что здесь не стоит бояться работать и на нижнем и на верхнем веке я внимательно смотрю чтобы понять насколько бизнес макияж соответствует пожеланиям нашей героини но посмотри данном случае мы усилили немножко такую резкость взгляда тем что я сделала подводку и по верхнему ресничному краю и по нижнему мы делали слизистую то есть мне кажется такой взгляд сразу кажется более пристальным более строгим но я бы сказала что кошачьим наверное более выраженным да то есть чтобы был акцент на глаза у нас и хотела бы еще обратить внимание на то что я не использовала для нашей героини для нади каких-то розовых румян данном случае мы обойдемся большей степени скульптором либо если использовать румяна лучше всего брать какие-то очень спокойные коричнево-розовые оттенки что-то среднее между скульптором и румяным так на этот раз ты решила выбрать не яркий цвет помады не яркий цвет довольно таки натуральный но при этом заметь губы не светлые они чуть темнее собственного оттенка и довольно таки контурные я чуть подтушевываю контур давай подытожим если какие-то определенные правила в деловом макияже да безусловно первое ровный тон второе не злоупотребляем хайлайтером и лиминайзером и блеском на лице третье все-таки макияж глаз должен быть более матовым более лаконичным четвертое контуры то есть это могут быть более выражены брови контур глаза стрелка либо например как мы наши героини прорисовали слизистую и все должно быть выдержано в таких спокойных пастельных оттенках без излишнего блеска надя готова показываем тебе зеркал ого и глаза классные получились похоже на бизнес партнера действительно по мне кажется ты красивая очень красивый бизнес-партнер да я действительно стала выглядеть более серьезно и более взрослой как я чего и хотела мне очень нравится глаза очень сильно нравится но и действительно макияж довольно таки лаконичный не яркий не сияющий и мне кажется мы еще все очень хорошо связали ты пришла в таком костюме прям вот в тему передачи и я посрала разговоры и поеду да 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 я постаралась это тоже связать одежду и макияж чтобы образ получился такой максимальный гармоничный и и Продолжение следует...